Дальше во втором аяте Всевышний Господь говорит «Я июлязина аману ла тухиллю шааир Аллах» «У те, которые уверовали, не нарушайте святость обрядовых знамений Аллах» «Я июлязина аману ла тухиллю шааир Аллахи «Б 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть по этому признаку узнают, что именно эта скотина является какой? Жертвенной и ее ведут в Мекку И здесь под Ишаром подразумевается Вот из этих знаков баракалуфикум Может сюда сядьте, брат, чтобы накрылся или чего-то холодно, не холодно точно Из этих знаков баракалуфикум то, что брали что-то вроде как лезвие И вот, как называется, по шее верблюда вот так вот проводили полоски Тоненькие полоски И по ним текла кровь И получается, знаете, верблюд как бы внешне как будто бы становился похож на рыбу Как жабры у рыбы, вот так вот Тоненькие-тоненькие Вот это был как бы опознавательный знак того, что этого верблюда Ведут баракалуфикум в качестве жертвенного животного в Мекку Это будет признаком того, что это жертвенное животное Это является сунной баракалуфикум в отношении жертвенных животных Есть в отношении верблюда То есть эта сунна осталась баракалуфикум в исламе Абдулла ибн Аббас сказал по слову Всевышнего Аллаха Не нарушайте святость То есть обрядовых знамений Аллаха Это идти и охотиться в состоянии храма То есть если ты идешь в состоянии храма и начинаешь охотиться Получается, ты нарушил святость обрядовых знамений Баракалуфикум я еще раз напоминаю братьям Присутствующим здесь, кто нас смотрит Мы много раз говорили, я просто забыл это упомянуть в прошлом аяте Потому что мы видели аят много тавсиров И говорили, что правило в тавсире гласит о том Что если один тавсир не противоречит другому Тогда мы баракалуфикум нахмель, как говорится Толкуем этот аят в соответствии со всеми тавсирами Которые пришли от праведных предшественников Ради Аллаху ангуму рахимагум Аллах То есть откуда они взяли то, что под нарушением обряда в замене подразумевается охотиться в состоянии храма Исходя из слов Всевышнего Аллаха Когда вы выйдете из состояния храма, то уже можете охотиться Братья, почему эти аяты? Мы с вами тоже об этом говорили в прошлых уроках Потому что у арабов, братья, на фанатическом уровне тема охоты была То есть многим непонятно, почему столько аятов, охоты, неохоты и так далее Арабы, братья, баракалуфикум, для них это примерно, знаете как? Как наше время для женщины инстаграм Когда женщина видит инстаграм, она обо всем забывает Ей ни муж, ни дети, ни есть, ни пить, ни мыться, ничего не надо Если у нее есть инстаграм Но я не знаю, какой другой пример привести в Арклор Каля, Каля, судьи, судьи сказал Рада Харам Аллах То есть здесь имеется в виду запретная территория То есть не посягайте, не делайте чего-то запретного На запретной территории Некоторые же говорят, запрет убивать кого-то на запретной территории Что под обрядовыми знамением подразумевается то, что запретил Всевышний Аллах И соблюдение, или же возвеличивание, или же нарушение святости То есть запрет нарушать святость обрядового знамения Аллаха Это получается не выполнять, или же попадать во что-то запретное И же оставлять, баракалу, фикум, что? Подчинение Всевышнему Господу Дальше Аллаху субханалу и говорит Подразумевается вид, как мы сказали И запретные месяцы у нас четыре К сожалению, многие мусульмане, братья, не знают об этом Многим мусульманам даже в голову не приходит этот вопрос Что баракалу, фикум, как мы видим из Тавсира, братья Или же прямой текст Куране Не нарушайте святость запретных месяцов А как нарушать святость запретных месяцов, если я даже не знаю, что такое запретные месяцы? Но неудивительно В наше время иногда мы даже слышим Недавно слышал разговор одни братья Говорят, брат, субханалу, мы уже столько лет в исламе А закат же, оказывается, надо платить А что-то нам даже в голову не пришло закат платить При том, что закат является одним из столпов ислама, субханалу И вот, братья, есть такое понятие Сестры, есть такое понятие Которое называется что? Шашруль-хурм То есть, чтобы вам баракалуфикум сориентироваться У вас баракалуфикум есть зульхиджа Это тот 10 дней Они, альхамду лля, для многих людей известны Это баракалуфикум те 10 дней Которые начинаются за 10 дней до Курбан-Айтан То, что у нас называется, что? Курбан-Айт или Иду-Ладхан Вот баракалуфикум предшествующему этому месяц Это как называется? Зуль-хурм То, что после зульхиджа идет Это что у тебя? Зуль-хиджа Мухаррам И раджип, это отдельный месяц баракалуфикум Сейчас, вот сейчас месяц раджип Сейчас месяц раджип Я баракалуфикум Вот тут Шей говорит, давайте посмотрим Айбл-киталифи Всевышний Аллах запретил воевать в эти священные месяца Укалебнузейд гиенасия То есть, не нарушайте святость запретного месяца Это то, что делали арабы Откладывая, переменяя месяца Почему? Потому что Зуль-Каада Потом Зуль-Хиджа Мухаррам Три запретных месяца И арабы возвеличивали эти месяца И не могли воевать А они же как жили? Они же бедуины были Пустыни, цивилизации Они жили путем набега Вдруг на друга Совершали набеги Воровали Грабили и так далее И вот они уставали Три месяца Начинался что? Голод начинался, правильно? Помор или как? Как в 30-е годы И поэтому он говорит Ты давайте вот так сделаем Давайте сейчас сделаем сафар Мухаррам отодвинем Сделаем сафар И вот так вот игрались Месяцами воли и азбля Это и есть Что? Посягательство На запретность Этих месяцов Это по той причине Что один год Они разрешали эти месяца То есть двигали Один Запрещали И как мы сказали Братья Многие люди Халатно относятся К этим месяцам Почему? Потому что Вообще не в курсе О наличии Этих священных месяцев Грех В эти месяца Братья Больше чем грех В другие месяца Точно так же Как грех Совершенный В Хараме В Мекке Около Кабы Намного больше Чем грех Совершенный В другом месте Грех Который совершен В месяц Рамадан Больше чем грех Который совершен В другой месяц Братья Запрещено воевать В эти месяца Исключением является Что у нас Бараклуфигум Защита Или если Началась война До запретного месяца Невозможность Сынки Она зашла в запретный месяц Это является исключением Бараклуфигум Кто-то говорит А где я могу узнать Об этих запретных месяцах И так далее И тому подобное Я, братья, побуждаю Всех прослушать Серию уроков Нашего брата Шейха Иса Абу Абдурахмана У него есть серия Уроков Которые называются Особенности лунных месяцев Ссылка Иншалла Будет под этим видео Обязательно Братья, сестры Прослушайте Эту серию уроков Она небольшая В ней будет очень много пользы Знакомьтесь с религией вашей Всевышний Аллах Скал Я Юля Вина Аманатхулюфи Сильми Кафа Вот те, кто Увировали Заходите в вашу религию Полностью И не следуйте По стопам шайтана То есть Из этого аята Если Всевышний Аллах Приказал нам Бараклуфику Следовать Входить в религию полностью То есть Изучать религию полностью Получается Что тот Кто Берет часть религии И не изучает Другую часть Он следует По стопам Шайтана Дальше Бараклуфику Всевышний Аллах Скал Валяль-Гадия И не нарушайте Святость Жертвенных животных Вагукуллю Маюда Иля байте Лаги Минба Ири Наубакарати Науша Это все Что ведут В качестве Жертвенного Животного Будь это Верблюд Корова Или же Барашки Нарушение Запрета Святости Жертвенных Животных Братья Как говорят Ученые Резать Их Раньше Времени То есть До того Как эта Скотина Дойдет До нужного Места В Мекке Валяль-Галайд И так же Не нарушайте Святость Помеченных Украшением Животных Или же В другом Тавсире Пришло Как мы увидим Со слов Багави Не нарушайте Святость Тех Кто ведет Помеченных Животных Валяль-Галайда И святость Не нарушайте Святость Помеченных Украшением Животных Аль-Гадая Аль-Мукаляда Мукаляда Помеченный Как мы сказали Один Это Ишар У нас есть Барак Луфикум Ишар Это что Как мы сказали Лезвием По шее верблюда Правильно Есть еще Каляид То есть Это когда На животных Вешают Ожерелье Или что-то Виде Ожерелье Как бы Помечая Что это Животность Жертвенная И его Ведут В Мекку Каля Ата Арада Ата Сказал Что в Тафсире Подразумеваются Те кто ведут Этих Помеченных Животных То есть Не трогайте Тех Кто украшает Себя Или своих Животных Ожерельями В Хараме Вазалика И это говорит Почему Ата Сделал Такой Тафсир Потому что Раньше Во времена Джагилии Когда Арабы Ехали В Умру Или В Хач Они брали Кору С деревьев Мекки Срезали И делали Себе Что-то Вроде Жерель Таких Украшений Вешали Себе На шею Признак Того Что они Едут Откуда Из Хач Или Умры Всевышний Аллах Запретил Вот Кому-то Прикасаться Из этих Людей Чтобы На них Никто Не напал На этих Людей Которые Украшены Этими Ожерельями Мы едем С Хач Мы не Простые Люди На нас Не нападайте А мы же Сказали Во времена Джагилии Люди Жили Набегами Только Делали На кого Напасть Кого Ограбить И так Даль Подобно Братья Субхан Аллах И не только Во времена Джагилии До прихода До распространения В Саудии Были Такие времена Многие Люди Нападали На паломников Которые Ехали Из разных Стран Жили Арабы Бедуины Которые Нападали На паломников Это После того До того Как распространилась Единобожия Сунна Пророка Салаллаху Алейхи Шариат Запретил Нападать На что То Из этого Мутариф Ибн Мутариф Ибн Шахир Сказал То есть Это Есть Сами Ожерелья То Что Раньше То Здесь Имеется Ввиду И не Нарушаете Святость Украшений Имеется Ввиду То Что Многобожники В старые Времена Срывали Кору С деревьев В Мекке И одевали Себе И вот Аллах Запретил Такое Делать Мусульманам Вы Так Не Делайте Почему Потому Что Посягать На деревья Запрет На территории В Харами Запрещено То Имеется Ввиду Что Если Дерево Само По себе Растет Листочек С него Вырывать Нельзя То Какой-то Человек Вышел Поел Например Где-то В кафе Цитам Или В пиццехате Смотрит Дерево Отломал Веточку Козубочистку Запрещено Это Делать Этого Нельзя Барак Луфик Можно Барак Луфик Резать Только То Что Ты Сам Посадил То Помидоры Огурцы И так Даль А то Что Касается Деревья Как и животных Мы сказали На них Посягать Траву Ни в коем случае Не Дозволено Судане Противируют И как сивак Используют Что Деревья В Судане Проблем нет Как сивак Кору дерево Использовать Могут само дерево Использовать Как сивак Никаких проблем Нет И сивак Мы говорили С вами не раз Не является Условием для сивака Используют Именно дерево Которое Называется Арак То есть Самый распространенный Сивак В наше время Это дерево Правильно Почему Потому что В дереве Арак Братья Это дерево В нем Не только Польза от того Что у нас сивак В нем Еще есть и сок И поэтому Удивительное Свойство Этого дерева Если ты возьмешь Допустим Например Из синтетика Зубную щетку Если ты ее мыть Не будешь После того Как зуб Почистить Состоишь У нее Запах Появляется А у дерева Арак Удивительное Свойство Сколько бы ты Нечислил Не чистил Зубы Нету Вони Не воняет Это дерево Вот это Удивительное Свойство Дерево Арак Барак Калуфикум В наше время Многие люди Сунна Махджура Едут в Мекку Барак Калуфикум Брач Что подарить Родственникам Покупают Вот эти Всякие Четки Что является Ножном В религиалах Зачем Купи Братьям Барак Калуфикум Коробку Дерево Арак Оно Стоит Вот это Всего лишь Один реал Стоит То есть Одна Палочка Стоит Примерно Купи Коробку Две Три И так Далее Раздавай Братьям Распространяй Сунна Барак Калуфикум Когда приезжаешь Из Мекки Но дозволено Пользоваться И другими Вещами Даже дозволено Человеку В наше время Допустим Есть зубная Щетка С колпачком Можно даже Эту зубную Щетку С колпачком С собой Носить Потому что Доводом Тому является Хадис Сахи Бухари Когда пророк Салаллах Был при смерти Пророк Салаллах Лежал на Подоле У Айш Рады И зашел Ее брат Абдурахман Син Абубак Рады И у него В зубах Был Сивак И этот Сивак Как описано В хадисе Был Из пальмовой Коры То есть Не из дерева Рак Из пальмовой Коры И пророк Салаллах Я еще Взяла И с другой Стороны Почистила И дала Пророк Салаллах Даже при смерти Пророк Салаллах Пользовался В наше время Это забытая сунна Почему Потому что Он шел Господу И хотел Господу И идти С чистой Полостью рта Салаллах В наше время Забытая сунна То что Когда человек Заходит домой Пользуется Сивак Пророк Каждый раз Когда заходил Домой Пользовался Сивак Барак Аллах Фикум Ублай Братья Тафсир Смотрите Сколько В ней Барак Мы сейчас Говорим Про жертвенные Животные Затроны Вопрос Сивак И так далее Тот человек Который Следит За этими Уроками С первого Начиная Суры Фатьха Видит Что это Океан Братья Океан Валлах И братья Сладость По настоящему Книгу Господа Субхан Алтали Почувствует Тот человек Который Разбирает Тафсир И поэтому Как мы говорили О провяжении Тем людям Которые Часто Говорят Лучше Из вас Тот Кто изучает Куран И обучает Ему Только И ограничено Тем Что только Людей Обучает Заучивание Куран Произношение И так далее Но при этом Не обучает Их Тафсиру Этот человек Уподобился Иудеям Потому что Всевышний Аллах Скал Они из книги Знают Только чтение И вот В наше время Говорят Брат Там один брат Саляфит Обучает Людей Куран Машал Как произносить Каль-каля Как произносить Ихвак Идгам Аллах Мабарик Никто Молодец Но почему Он не обучает Тафсиру Хотя бы взять Самый простой Легкий Тафсир Что-то вроде Тафсира Саади Рахматуллах И обучает Этому людей Что ему тяжело Сколько Какой суры Ты сегодня Обучал людей Сегодня я учил Суру Фатиха Прочитайте Вместе Тафсир Суры Фатихи Барак Луфикум А иначе Вы уподобитесь Ягудам Насаллаха Аль-Афа Валя Афья Дальше Шейх говорит Валя Амина А ученые говорят Братья На то Что этот аят Как и другие Многочисленные аяты Из Курана И точно так же Хадисы Сунны пророка Саллаху Алисалям Указывает На дозвольность Опираться На улики И в сопутствующие Факторы Потому что Всевышний Аллах И не посягайте На что На помеченных Украшениям Животных То есть Вот это наличие Вот это украшение На животном Улика Того Что это животное Жертвенное Понятно Откуда Уляма Такую Файду Берут И поэтому Это называется Амальбель Карань То есть Дозволено Барак Луфикум Что опираться На улики Помните Как Сулейман Алисалям Когда пришли Две женщины У которые Были дети И они находились Где-то В поле И пришел Волк И украл Ребенка Одного из них И потом Они вернулись И остался Один ребенок Одна была Постарше Другая была Помладше И старший Говорит Это мой ребенок Младший Говорит Это мой ребенок И они Поспорили И отправились К Дауду Алисалям Когда они пришли К Дауду Алисалям Дауд Алисалям Вынес постановление В пользу Старшей женщины Потом Они когда Вышли От него Их увидел Сулейман Алисалям Салаллаху Алисалям И спросил Что случилось Они им рассказали И он сказал Я решу Ваш вопрос Принесите нож Поделите Пополам Этого ребенка И говорит Половина тебе Половина тебе Младший Испугал Скал Нет Нет Пусть он Ей останется Это была Улика То есть Старшая Довольна Была Конечно Давайте Это указано Что это Не ее ребенок А младший Испугал Скал Пусть это И будет Ребенок Барак Алисалям Или Как допустим Тоже Из улик Мы знаем То есть Если тот У кого есть Возможность Отдать долг Не отдает его Это человек Залим Это человек Злодей И как в наше время Некоторые люди Берут деньги в долг И не отдают Деньги в долг А когда он спрашивает Брать Почему ты деньги Не отдаешь Он говорит Брать Нету денег Туда сюда И так далее А сам при этом Живет на широкую ногу Покупает себе Автомобиль Покупает себе Квартиру Ходят в дорогие Рестораны И так далее И там подобное Это Улика Того Что этот человек Лжет Этот человек Лжет И не нарушайте Святость Людей Которые Стремятся К заповедному Дому То есть Те целью Которых Является Запретный Дом То есть Если они Идут В сторону Каабы То Не нападайте На них Те Которые Стремятся И от любого Желают К милости Или же Милости От своего Господа Либо Стремятся К милости Один Тавсир Либо Стремятся Что Получить Что-то Из милости Господа Субханалтали Как говорит По этому Имамбагу Яни Ариску Оттиджара То есть Желают Поехав В умру Или в хач Заработать Что-то Путем Торговли Некоторые Люди Часто Задают Вопрос Брат А можно Когда ехать В умру Иметь цель Заработать Об этом Мы уже Говорили Разбирая Суру Бакара Всевышний Аллах Скал Нет на вас Греха Если вы Ищите Милости От Господа Своего Как пришло В Тавсире То есть Если вы Желаете Заработать Поэтому нет никаких проблем В том Чтобы человек Отправляясь в хач Делал намерение После совершения Обрядов Или же Во время И так далее Его основной намерение Совершить хач Но если он при этом Барак Луфик Еще и делает намерение Заторговать И так далее За работу То в этом никаких проблем нет Раньше Барак Луфик Я помню 90-е годы Если кто-то застал Эти времена Ездил в хач Было очень много Удивительно Люди приезжали На пазиках На камазах Из республик Средней Азии Или же из Кавказа Привозили с собой Товары И так далее Прямо на Арафате И в Мине И так далее Продавали эти вещи Варак Луфик Так же Как мы сказали В словах Яптагуна Фадлямирробигим То есть Стремятся к милости От Господа своего Ученые говорят Другой Тавсир Может подразумеваться Милость Связанная с тем светом Варидвана И стремятся К его довольству В этом аяте Братья указания На такой атрибут Как довольство Всевышнего Аллаха Субхану Атали Поэтому Ахли Сунна Описывают Всевышнего Господа Субхану Атали Таким атрибутом Как довольствие Говорят Аллах Субхану Атали Описан Таким атрибутом Как довольство И это называется zon Prepare Атрибут как Действие То есть Который Всевышний Аллах Субхану Атали То есть Тот атрибут Который связан С Его желанием Когда пожилает Субхану Атали То есть Совершает То или иное Действие Из этих действий Это что Ридван Довольство Господа Субхану Атали Потому как это они возомнили, говорит имам Багвы, потому что неверующий не имеет никакого удела в довольстве Господа Субхану Атали. То есть это притом, если речь идет о кома многобожника. То есть довольство Аллаха, многобожники желали каким образом, что Всевышний Аллах Субхану Атали наделил их уделом на этом свете и не торопился с наказанием их на этом свете. А другие же ученые сказали, толкователь Курана, не, здесь подразумевается как многобожники, так и верующие, как те стремятся к милости Господа и его довольству, так и верующие, так и верующие. То, что касается тех, кто желает милости от Господа в виде заработка, то это касается как верующих, так и неверующих. Что касается довольства, то это касается только верующих. Потому что, как мы сказали, верующие и неверующие вместе сделали хадж до тех пор, пока не была неспослана сура Тауба. То есть имеется в виду, если речь идет о многобожниках и верующих, что они вместе делают хачи, на них нельзя нападать и так далее и подобное, то это отменен. И, как мы сказали, Насх, помните, разбирали с вами Бараку Луфеку, это не подразумевает полная отмена. А Насху Салифа больше подразумевает, что конкретизация. То есть, да, в отношении многобожников это запрещено, но в отношении верующих-то это осталось. В факту люльму шрикина хайсу ваджат туму, говорят, в отношении многобожников это отменено постановление, потому что Всевышний Аллах сказал, убивайте многобожников, где бы и вы их не обнаружили. То есть, арабов, многобожников и ладопоклонников во времена правосудов было приказано с ними воевать. У Аби Каули также словами Всевышнего Аллаха, этот аят отменен, то есть, в отношении многобожников, то есть, запрещено им совершать хач, словами Всевышнего Аллаха, и пусть они после этого года не приближаются к заповедной мечети. И поэтому эти аяты, и суры Тауба, и суры Бакара, в них указание на то, что не дозволено делать хач многобожнику, и не дозволено предоставлять гарантию безопасности тому неверующему, который ведет свою скотину, помеченную в Мекку. Дальше Всевышний Аллах говорит, а именно храмикум, если же выйти из состояния и храма к фастаду, то можете уже охотиться. Ученые говорят, если вы выйти из состояния храма, мы знаем, что выход из состояния храма бывает у нас как двустепенный. Первая степень, это когда, Барак Луфикум, человек бросает камешки. По мнениям некоторых ученых, еще должен побриться. Однако, хадис указан на то, что бросить камешки достаточно, чтобы выйти из состояния храма. Если человек бросает после хаджа камешки, то ему все дозволено, кроме близости с супругой. И вот Аллах, когда сказал, если вы уходите из состояния храма, имеется в виду, вот это первое, то вам дозволено уже охотиться. А пока вы талаф не сделаете, основной, вам близость с супругой запрещена. Дозволено охотиться за территорию храма? Да, за территорией храма. Когда же выйти из состояния храма, то можете охотиться. Амру и баха. То есть, здесь хоть пришел, охотьтесь. Но это что, и баха? Потому что, Барак Луфикум, мы с вами разбирали правила, что если Всевышний Аллах что-то запретил, а потом приказал это делать, хукам какое будет постановление? Мы же говорили, что основа в приказах это для обязательности. Нет, ученый говорит, что если Всевышний Аллах что-то запретил, а потом дозволил, то хукам возвращается к тому, какой он был до запрета. Если до запрета было желательно, значит, хукам какой желательност? Если до запрета был дозволен, значит, хукам какой? Дозволенность. Понятно, да? И поэтому Шейк говорит, то есть, дозволил человеку, который вышел из состояния храма, и как брат подметил, который вышел также за границы храма, что охотится. Каков ли это алия? Это подобно словам Всевышнего Аллаха. И когда заканчивается молитва, то есть имеется в виду пятничная, то распространяйтесь по земле, то есть разойдитесь по земле. Можете уже что? Уходить. Дальше Всевышний Аллах говорит, В этом же аяте. И пусть не подталкивает вас. Каля ибн Аббас, рады Аллаху, Абдулла ибн Аббаса, когда сказал, Пусть не побуждает вас. Я не джарама, не фулян, а ля ансанаату каза каза. Как говорят арабы, слово Меня побудил такой-то сделать так-то и так. Ай хамаляни. Побудил к этому. Каля Фарра. Фарра сказал, То есть пусть не станет причиной совершения вами чего-то, потому что глагол джарама указано, что на каз. Когда говорят арабы, Фулян такой-то джарима своей семье, имеется тот, кто зарабатывает для своей семьи. То есть это имам Багави разбирает с языковой стороны. Каля ля яду аннакум. Пусть не призывает вас. Шана ану каумин. Ненависть или неприязнь к каким-то людям. Всевышний Аллах говорит еще раз. Валя яджириманна кум шана ану каумин. И пусть не подталкивает или не побуждает вас. Ненависть к какому-то народу или неприязнь к какому-то народу. Что делать? Ан садду куман льмачид льхарам. Из-за того, что они вам не позволили зайти в мечеть харам, ан таатаду, чтобы вы посягали на них или совершали какие-то преступления в отношении них. Аллах субхан ану каумин говорит, То есть пусть не побуждает вас неприязнь или ненависть к какому-то народу. А слово шан-ан или шан-ан в некоторых кратах пришло. Ненависть, неприязнь. Это маздр, то есть глагольное имя, а слово шанаат. Ан садду куман льмачид льхарам. За то, что они вас, или за то, что они помешали вам войти к заповедной мечети. Кара бну кафир в Абу Амр бекасри алиф. То есть ан садду куман садду куман. Это тот крат, который мы читаем. Аля льстинав. Вакар аля харуна, извиняюсь, Вакар аля харуна, извиняюсь, Вакар аля харуна кафир в Абр бекасри алиф аля льстинав. То есть говорит так. Валя и джереман на ком шанаан у каумин ин садду кум. Тогда получается перевод, немножко будет меняться. Какой? И пусть не побуждает вас неприязнь к какому-то народу, если они помешают вам зайти в мечеть харам. Инс, да, условно. А мы же читаем ан садду куман. Вот говорит, уакар аля харуна бифат хлялиф. Другие же читают через фатха, ай ан саду лянца, потому что они вам помешали. Они вам помешали когда? Во время саду кудайби. Ваман аля ая смысл аят аля хмелян на комаадау тукалмин аля ля ля атида ля ан садду кум. Пусть не побуждает вас неприязнь, не милость к этим людям, из-за того, что они вам в свое время не позволили зайти в харам. Или если они вам потом не зайдут, позволят зайти в харам, Потому что эта сура была неспослана после истории худайби. Там исправьте вас, не хадия. Но можно хадия тоже, в принципе, смысл не меняется. Но хадия пришла. То есть мы скажем, то есть уже запрет, то что мы знагобожники запретили пророк с алсам сахабам зайти в Мекку, это было. Пусть все это вас не побуждает на преступления в отношении них, перейти границы в отношении них. То есть, чтобы вы их не убивали. Чтобы вы не отбирали у них имущество. В этом аяте, братья, предостережение, следовать за страстями, особенно при вражде с кем-то. Как часто бывает, из-за вражды к кому-то, или же ненависти к кому-то, мы начинаем переходить границу. Мы начинаем переходить границу. В этом аяте, братья, предостережение. Дальше Аллах сп. говорит, Оставьте, не мешайте. И помогайте друг другу. Пусть одни из вас помогают другому. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Имам Багул говорят, ученые, муфассиры говорят, то есть благочестие, то есть благочестие, то есть выполнение приказа. То есть страница запрета. Значит, помогайте друг другу выполнять приказы, помогайте друг другу сторониться запретом. Вакиль, другие же ученые говорят, Альбир Ислам, благочестие, это Ислам. Вот таква сунна. То есть помогайте друг другу в Исламе и сунне. И как мы видим, противоречий нет, поэтому берем все тофсиры. И не помогайте друг другу в грехе и вражде, или же посягательстве друг на друга. Ученые говорят, что грех подразумевается куфр, не помогайте друг другу в неверии. Ученые говорят, что грех подразумевается куфр, несправедливое отношение к кому-то. Некоторые же сказали, что под грехом подразумевается маасия, послушание. Ученые говорят, что грех подразумевается, или же вражда бидоа, новшество. Почему? Потому что бидоа – одна из самых основных причин вражды между мусульманами. Благочестие – это благие нравы. Ученые говорят, что грех подразумевается куфр, что не дает спокойствие твоей душе. И о чем ты не хочешь, чтобы люди узнали. Братья, у Аллахи – это правило золотое, сунницкое правило. Благочестие – это что? Благие нравы. А мы знаем, что благие нравы у нас бывают в отношении Господа. Субханал Аталия – это Таухид и в отношении его создания. А грех сказал то, что не дает покоя твоей душе и то, о чем ты не хочешь, чтобы люди узнали. Вакаритан Италийн. Вот такула бодь с Аллаха. Инна Аллаха шадиду лякап. Поистине Всевышний Аллах, Субханал Аталийн. Силен, суров в наказании. Что касается Бараку Лауфикум, слов Всевышнего Господа, Субханал Аталийн. Валя таауан лифми валь-удваны. Не помогайте друг другу в грехе и вражде. Братья, помощь друг другу в грехе и вражде – это как правило. То есть ты не имеешь права делать чего-то, в чем будет помощь в грехе и вражде. Поэтому ученые говорят, Бараку Лауфикум, если посмотреть на хадис пророка, где он говорил про вино. Пророк с Аллахом проклял 10 человек. Потому что все эти 10 человек попадают в аят. Пророк с Аллахом в хадисе Анас абну Малик сказал. Пророк с Аллахом проклял в вине 10 человек. Братья, когда говорится, мы с вами не раз говорили, что Куран и Сунна – это свод правил. А та или иная тема, упомянут, это как пример. Поэтому Куран и Сунна годны до судного дня. Правильно или нет? И вот то, что сейчас сказано про вино, оно, Бараку Лауфикум, как, знаете, как называется, проектируется на все остальные грехи. Автоматом работает. Просто на вине пример. Анас абну Малик сказал, что Пророк с Аллахом проклял 10 человек. Первый сказал Аср. Первый, кто-то выжимает виноград, чтобы сделать из него. И тот, для кого выжимает это вино, если он собирается сделать из него вино. Проклял того, кто пьет вина. Тот, кто несет его. Проклял того, кто несет вино куда-то. И тот, кому несут это вино. У Аср. Тот, кто наливает. У Абайева. Тот, кто продает. У Акеля Самана. Тот, кто ест цену. То есть, имеется в виду, как? Я, допустим, Валер, не я, как он, Салала, а Фаляв. Какой-то человек продал бутылку пива. Алкогольного. Или же вино. Или водку. И тогда взял деньги, купил себе чупа-чупсы и сидит, кушает эти чупа-чупсы. Эти чупа-чупсы в Алия Зубеля. Он проклят. Потому что на Акеля Саман он ест цену за это вино. И последний пророк, Салала, У Аль-Муштариль. Тот, кто покупает это вино. У Аль-Муштариль. И тот, для кого покупает это вино. Десять человек проклял. Десять человек проклял пророк, Салалаху Алейхи Васальм. И ты удивляешься в наше время, Баракла Уфикум, как люди себе ищут форточку в том, что намного хуже вина, это что? Риба. Так называемая ипотека. Когда ты помогаешь человеку пойти и взять в кредит деньги. То есть, ладно, если человек сам пошел с банка деньги взял, пришел к тебе и говорит, я хочу тебе купить эту вещь, купил и так далее. То в этом никаких проблем, нет грех на нем, как пророк, Салалаху Алейхи Васальям, ученые говорят. Иудеи позвали пророка, Салалаху Алейхи Васальям, и кормили бараном. При том, что они занимались риба, а пророк, Салам, ел. Но если к тебе пришел человек и говорит, дай свои документы от своей фирмы или от своей квартиры, надо отнести их в банк, и танк этим людям и говорит, брат, нет, нет, там помощи нет. Почему? Потому что мне 100% одобрили этому человеку кредит. Сказали, 100% мы тебе дадим, но принеси эту бумажку. Хорошо, у меня вопрос. Пророк Саласа проклял того, кто дает под проценты, того, кто дает под проценты, и того, кто свидетелем является, и того, кто записывает это. Всех их проклял Пророк Саласа. Если пришел человек к другому, и тот ему говорит, в Аллахе, брат, 100% я согласен дать тебе деньги под проценты, дам тебе 10 тысяч, ты мне вернись, сколько, 12 тысяч. Вот 100% я согласен. У меня даже малейшего сомнения, что я тебе хочу эти деньги дать. У меня маленькое условие есть, я хочу, чтобы свидетелем был Абдулла некий. Вот этот Абдулла под проклятие попадает или нет? 100%. А тот приходит, говорит, брат, он же мне сказал, 100% он тебе одобрил проценты. Просто Абдулла. А какая разница, что тебе говорят, мы 100% одобрили кредит, но пусть Абдулла принесет документы от квартиры, от своей, чтобы мы дали тебе этот кредит на руки. Поэтому Аллах сказал, подножье, под троном, подобно маленькой колечке бесконечной пустыни. А семь небес и земли в этом подножье, как маленькая колечка бесконечной пустыни. И Аллах сверху от трона и говорит, что шадиду лекаб, шадиду лекаб, шадиду лекаб, суров наказание. Когда говорит, Аллах суров, силен наказание. Значит, это наказание реально суровое. И вот те, которые ищут форточку, себе вриба, в так называемых вот этих исламских банках, или исламских инвестициях, или нам такой-то брат сказал, что такой-то шейх сказал и так далее. Инна Аллаху шадиду лекаб. Аллах, силен наказание. Бойтесь Всевышнего Аллаха, суфаналат аля, в Аллаху аля. Братья, вы заметили, что Коран, Суб성을, не то, что тассир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или несет под собой огромное количество знаний. Поэтому Аллах, если Всевышний Аллах проявил тебе милость, ты изучаешь все книги Всевышнего Аллах, знай, что это из милости Всевышнего Господа, из дозволения Аллах, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты бархалов в Исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллах, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал, поляет от оборона, Куран, Амаля Кулубина, Палюк, неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном, и ниже на их сердцах замки, то есть замки имеются, вот их сердца запечатаны, поэтому бархалов в Исламе, если не хочешь печать, что то сердце было запечатано, а запечатано сердце, никакой блага не заходит, братья, бархалов в Исламе, обязательно изучает книгу Всевышнего Аллах. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тафсир, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется бархалов в Исламе новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами, то есть бархалов в Исламе получается, и выучите, и будете знать Тафсир. Смотрите внимание, Супан Аллах, да сколько вот удивительность слова Всевышнего Господа, Супан Аллах, если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаля, это добарун, аль-Куран. Почему они не задумываются над Кураном?